Чем опасен лишний вес и жир для человека? В Москве проходит международный конгресс врачей, и надо сказать, что высказанные мнения научных светил меняют взгляд на избыточную массу тела. Медики называют ожирение не косметическим дефектом, а смертельно опасным состоянием. О том, как стать стройным, без проблем со здоровьем, что надо делать для этого, знает наш корреспондент Юлия Анищенко. Вечно голодный. И большие объемы еды. То есть каждый час хотелось есть, и в объемах огромных, то есть это не булочки, это не сладкое. То есть это макароны, сосиски, котлеты. Максим, бывший тяжелоатлет, всегда держал себя в форме, как только прекратил тренироваться, стремительно набрал вес. Сейчас 181, было 190. И тут же, как из рога, изобилие посыпались болезни. Атрофировались мышцы ног, появилась слабость, одышка, сахарный диабет и апноэ. Остановка дыхания во время сна. К слову, одно из самых опасных осложнений у людей с лишним весом. До 60% пациентов с ожирением имеют те или иные нарушения сна. Это, в принципе, фатальное, потенциально опасное, жизненное опасное состояние. То есть, попросту говоря, человек может просто от этого погибнуть во время сна. Причем многие не подозревают о такой проблеме. Лишь после сна жалуются на чувство усталости. Исследовать апноэ сегодня помогает новый метод – кардиореспираторный мониторинг. Маленький прибор измеряет уровень кислорода в крови. Если низкий – назначают лечение. Новые принципы профилактики, диагностики и терапии избыточного веса обсуждают на Международном конгрессе. Ожирение и метаболические нарушения – осознанная перезагрузка. Раньше человек воспринимал ожирение максимум как косметический дефект. Сейчас мы абсолютно точно меняем отношение к ожирению и избыточному весу как к фактору риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, как к фактору повышения риска развития онкологических процессов, сахарный диабет, какие-то другие серьезные заболевания, которые приводят к повышению смертности. За последние десятилетия россияне заметно прибавили весе. Примерно 66% взрослых имеют избыточную массу тела. Особая категория подростки. Молодых с ожирением стало почти в три раза больше. Много килограмм за год могла 10 набрать. И самым финальным точкой было, когда мой вес достиг 95 килограмм. Я думаю, ну, трехзначное число я не хочу. Надо уже прям брать себя в руки. Самостоятельно Варе похудеть не удалось. Постоянные качели. Вес то уходил, то предательски возвращался. Избавиться от лишних килограммов она смогла только лишь под контролем специалистов – эндокринолога, психолога и диетолога. Мы обсуждали это и с ее членами семьи, что помогло и привело к замечательному результату, который мы уже длительное время удерживаем. Ученые выяснили, висцеральный жир – это эндокринный орган, способный вырабатывать гормоны. При этом нарушается обмен веществ, развивается хроническое воспаление, отсюда тяжелые последствия – депрессия, астма, проблемы с репродуктивной функцией и многое другое. Определить уровень жира в организме теперь можно с помощью вот такого портативного прибора. Кстати, российская разработка. Достаточно приложить датчик кожи и уже через несколько секунд заветная цифра появится на экране. Вот ваши данные. 21% жира сопоставим с средним значением. По-прежнему важный показатель в определении ожирения – индекс массы тела. Формула простая. Вес разделить на рост в квадрате. Норма от 18 до 25. Если выше, есть проблема. А значит, решать ее необходимо сообща. В связке пациент, врач, семья. Причем именно поддержка близких играет важнейшую роль на пути к выздоровлению. Юлия Онищенко, Дарья Рыбакова, Дмитрий Белов, Анастасия Слободенюк и Кирилл Кушнев. Первый канал.